Об итогах работы комиссии по профилактике экстремизма доложил на рабочем совещании у главы его первый заместитель Роман Валов. О том, что сделано по снижению недоимки в городской бюджет, рассказала замглавы Елена Москвина. С итогами работы в 2015 году многофункционального центра познакомила его руководитель Светлана Казанцева. В итоге присутствующие на совещании разошлись вполне удовлетворенные положением дел. Признаков экстремизма на территории не выявлено. Ситуация вполне стабильная и находится под контролем. Недовольство властью тоже не усматривается. Нет ни собраний, ни митингов, ни шествий. Активизировалось перед выборами отделение партии Патриота России. Нашли недостатки в капитальном ремонте и выложили сюжет в сеть. Дело их руколистовки, дискредитирующие существующую в области власть. Самая многочисленная диаспора в нашем городском округе – Армянска. Их насчитывается 130 человек. Украинцы, бежавшие от войны в свое время, покинули город. На нашей территории осели 10 семей. Рабочая группа по снижению платежей в бюджет дала свои положительные результаты. Может быть, они не столь значимы, но сам факт деятельности призван насторожить недобросовестных платежчиков и работодателей, скрывающих доходы и уходящих от уплаты налогов, в том числе и путем неоформления с работниками трудовых отношений. Светлана Казанцева поведала, что за прошлый год многофункциональный центр открыл 239 видов услуг, за которыми любой из нас может обратиться. Самое распространенное Светлана Владимировна назвала обращение за справкой из домовой книги. Обращаясь за услугой к чиновнику, граждане, по высказыванию Романа Валова, сами создают условия для коррупции. И наоборот, пользуясь бесконтактным способом выдачи справок, свидетельств, лицензий, юридическим и физическим лицам граждане лишают коррупционера взяток и откатов.